Они проходят по всему нашему организму, благодаря им мы можем двигаться, чувствовать и рефлексировать. Все вместе они образуют целую систему, вот только не у всех она работает в унисон. Меня зовут София Яценко и сегодня ближе к телу. Нервы. Как устроена нервная система и какие нервы за что отвечают? Причем тут позвоночник и насколько важно вовремя его лечить? Из-за чего появляются защемления, протрузии и грыжи, коварный остеохондроз, паралич лицевого нерва и многое другое? Смотрите в выпуске. Формирование нервной системы человека начинается уже на третьей неделе беременности. Именно с этого момента она начинает активно развиваться, появляется нервная трубка, хорда и происходит закладка кровеносных сосудов. Поэтому первый триместр так важен для здоровья будущего малыша. К моменту рождения нервная система уже полностью сформирована и хорошо, если сделано это правильно. Однако, несмотря на то, что нервов в организме большое количество, отклонение всего одной части этой хрупкой системы может повлечь необратимые последствия. По анатомическому принципу нервную систему человека делят на центральную и периферическую. Центральная является основной частью всей нервной системы, представляя собой спиной и головной мозг. Периферическая – это черепные и спинальные нервы, а также вегетативная нервная система, которая соединяет центральную со всеми органами тела. Благодаря слаженной работе всей нервной системы человек может жить полноценной жизнью. Вот только все это является настолько нестабильным и легко изменяемым, что практически у каждого рано или поздно возникают проблемы на нервной почве. По статистике, 80% людей в течение жизни страдает от боли в спине. Чаще всего страдает именно позвоночник, остов тела и главное хранилище всей центральной нервной системы. И именно он один из первых сигнализирует о поломке. Ирина – молодая, успешная девушка, мама троих детей, но несколько лет назад ее жизнь разделилась на до и после. В 2007 году девушка была за рулем автомобиля, который попал в серьезное ДТП. Итог – взрывной перелом 12-го грудного позвонка, множественные операции и, как следствие, инвалидная коляска. Это были три года ежедневных тренировок. В день тренировки три у меня было самостоятельных, плюс обязательно кто-то из специалистов. И пиявки мне ставили, и иголки мне ставили, и прикуривали разными сигарами активные точки. Мне казалось, что жизнь сейчас заключается в том, чтобы встать на ноги, что пока я на ноги не встану, жизни не будет, ее, собственно, нет. С этой мыслью я каждый день просыпалась, вставала, ела для того, чтобы позаниматься, и были силы, спала для этого, собственно, пока в определенный момент не поняла, что, ну, нет, ничего не происходит, а жизнь уходит. Ирининому оптимизму и желанию вести активную жизнь можно только позавидовать, а вот здоровью, к сожалению, нет. Но если в этом случае это последствия травмы, то как объяснить проблемы, которые берутся, казалось бы, из ниоткуда? Легкие такие звоночки у человека появляются за много даже, может быть, лет раньше. Вот что-то кольнуло, вроде расходился, стало легче. А вот тут я обострился, там, не знаю, там, поднял чего-то, ну, деклофенак в попу поставил, мне стало легче, забыл на год про это. То есть вот это вот все звоночки, которые рано или поздно приведут к такому обострению или такому срыву компенсации, как говорится у нас в медицинских кругах, что человек говорит, блин, я же вроде вот все делал, у меня никогда такого не было, а потом начинаешь его вот раскручивать, и он понимает, что так это вот тогда уже было, и вот тогда можно было начать что-то делать, и сейчас не ползать на четвереньках, может быть, даже писать под себя, к сожалению, такое тоже бывает в тяжелых случаях. Случаев, когда повреждается позвоночник, а вместе с ним и центральная нервная система, действительно множество. И даже небольшие изменения в области спины могут изменить качество жизни человека. Дмитрий – профессиональный спортсмен. Из своих 22 лет больше половины занимается разными видами спорта. Последние 9 лет посвятил смешанным единоборствам. Еще в 14 лет врачи обнаружили у парня протрузию позвоночных дисков. Запрещали заниматься спортом, но, будучи еще подростком, он пытался обмануть организм, и какое-то время даже успешно. Я боролся в очередной раз, и как бы обычная ситуация, которая каждый день получается на тренировках, то есть на меня чуть партнер навалился, и я как бы не понял, что произошло, но у меня случился хруст в районе шеи, и я не смог просто подняться, лежал, не мог ни вправо, ни влево повернуть шею, ни вверх, ни вниз. У спортсменов нагрузка на позвоночник в разы больше, чем у всех остальных. Протрузии, грыжи и защемление нервов – частые гости-любители потягать штанги. Вот только не всегда на появление таких проблем влияет физическая нагрузка. Чаще всего, наверное, это дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике. Проще сказать, остеохондроз, который ставится у нас сейчас с юности и есть практически у всех. Далее, самое частое распространенное – это грыжи. Грыж сейчас тоже достаточно много, и даже у ребятишек, на моей памяти, самый молодой мальчик с грыжей в 9 лет к нам обратился, то есть грыжи тоже имеют место быть. Ко всему прочему, проблемы такого характера в последние годы значительно помолодели, а остеохондроз, который больше следствия образа жизни, чем диагноз, стал обычным делом. Осложнением могут стать протрузии и грыжи. Свою лепту внесли и гаджеты, за которыми мы проводим огромное количество своего времени. При этом шея согнута так, что зачастую о правильной осанке не может быть и речи. Кроме того, злую шутку может сыграть неправильное или избыточное питание. Да что уж там, даже недостаточное количество выпитой воды. Среднестатистический мужчина, пускай будет, 80 килограмм, до 50 лет должен пивать 2,5 литра воды в день. Кто это делает? Немногие, скажем так, немногие. Есть люди, которые, как верблюды, могут целый день вообще не пить, вечером, наутро, может быть, стакан воды выпили, вечером стакан воды выпили, и вот в итоге это все приводит к таким вот дистрофическим изменениям. Что касается защемления нервов, здесь причин видов действительно много, и случиться это может в разных частях тела. Делятся они на несколько типов. Чувствительный нерв. Это нерв, по которому проходят импульсы. Двигательный нерв, отвечающий за движения разных частей тела. И вегетативная нервная система, то есть нервный корешок, который отвечает за регуляцию. У каждого типа разные функции. В идеале все вместе они должны работать в унисон, слаженно. Если происходит какой-то дисбаланс в нервной системе, то человек чувствует себя не так, как должен чувствовать. Самые частые защемления – это защемление седалищного нерва. Происходит это чаще всего из-за тяжелого физического напряжения. Или когда ослабленный человек, кстати, к этой категории можно отнести и офисных работников, переоценивает свои физические возможности. Также провоцируется синдромом грушевидной мышцы. Это мышца, которая у нас крепится в области таза, в области крестца, в области подвздошной кости. И как раз в том месте, где выходит седалищный нерв, это запирательное отверстие в области таза, вот эта мышца его прикрывает. При ее спазме она может поддавливать седалищный нерв, и мы имеем вот такие проблемы. В зимнее время года проблемы с защемлениями получить гораздо проще. Достаточно просто поскользнуться и неправильно упасть. Вообще вокруг проблем с нервной системой столько информации, что пора поговорить о правде и мифах. Аномалии развития позвоночника – причина боли в спине. Это миф. Даже если на МРТ или КТ выявлена такая аномалия, то необязательно причиной болезненности будет являться она. Многих отклонения от нормы не беспокоят вообще. Спать лучше на твердой поверхности – это миф. Спальное место должно быть ортопедическим, правильно подобранным. И подбор нужен индивидуальный. Жесткий матрас хорош далеко не для всех. Остеохондроз передается по наследству. Это правда. К сожалению, это действительно так. Только проявляется это у всех по-разному. Он может вообще не беспокоить человека и наоборот. Медикаментозные методы лечения навсегда избавят от боли. Это миф. Зачастую даже операция не способна решить проблему с острой болью. Это скорее временный результат, к тому же часто отягощенный побочными эффектами. При появлении боли в спине постельный режим не нужен. Это правда. Лечить спину нужно движением. Конечно, в таком случае это будет лечебная физкультура под пристальным присмотром специалиста. Но полное ограничение физики способно только ухудшить появившуюся проблему. Тем, кто работает в положении сидя, нужно время от времени вставать и делать какие-нибудь упражнения. Это могут быть наклоны, повороты или круговые движения шеи. В общем, вспомните разминку в школе на физкультуре. Она вам пригодится. Александр почти пенсионер. Несмотря на это, продолжает активно заниматься физическими упражнениями и учит этому других. Сейчас в это сложно поверить, но когда он был молод, обычные вещи, такие как встать с кровати, давались ему с большим трудом. В 20 лет ему диагностировали целый букет заболеваний. Грыжа диска, защемление, острый болевой симптом, люмбага, защемление так, чтобы волочил ногу. Очень было трудно найти положение, в котором было бы безболезненно сидеть, а боль была очень острая. Поэтому пришлось искать, пробовать. Врачи говорили только пояс носить, обезболивающие, кетонов вставить, уколы или мази и все. Сейчас о том времени мужчина старается не вспоминать. Уверен, что нет ничего невозможного. Здоровье вернуть можно, а главное – сохранить. Улучшение произошло после того, как я позанимался силовыми упражнениями на формирование мышечного корсета в тренажерном зале. А потом уже дальше для того, чтобы стабилизировать и улучшить глубинное состояние позвоночника, нужны многократные упражнения на разнообразные и многократные повторения, чтобы межпозвонковые диски хорошо работали, чтобы в них кровообращение наладилось, чтобы снялись спазмы, такие глубинные спазмы мышц. И чтобы обмен веществ, кровообращение, там все было пластично. Кстати, разработанной системой Александр охотно делится. Специально для нашей программы он показал несколько простых, но действенных упражнений. Сейчас я вам покажу три упражнения, которые может выполнять любой человек. Они помогут снять напряжение с позвоночника в любом состоянии. Они полезны и легки для выполнения. И делая их, вы сразу почувствуете облегчение. Становимся на четвереньки, бедра и руки вертикально. И упражнение кошка-собака. Синхронно с дыханием. Вдох, выгибаемся, солнечное спине вниз. Выдох, почки вверх. В завершение самое интенсивное упражнение. Кошка пролазит под забором. Садимся тазом на пятки, руки вперед. Представляем, что здесь стоит забор, под ним тонкая щель. И проскальзываем под нее. 10-15 минимум, а по-хорошему 15-30 раз. Для того, чтобы все позвонки ожили, снялись спазмы, восстановился обмен веществ. Да будет вам благо. Однако есть нервы, которые влияют на другую часть тела. Лицо. И это, конечно, лицевой нерв. Его заболевания могут вызвать паралич, навсегда лишив человека возможности видеть, слышать и разговаривать. Половина лица становится обездвиженной. И часто для пациентов это, конечно, очень серьезный косметический дефект. В плане опущения бровей, несмыкания глазной щели, опущения щечной скуловой зоны, опущения уголка губы, искажения контура лица. Но эстетика – это только вершина айсберга, то есть на самом деле серьезные функциональные нарушения. То есть когда не смыкается глазная щель, очень часто воспалительные заболевания сопутствуют этому состоянию. И ситуация может быть очень серьезной, вплоть до потери глазного яблока. Чаще всего причина недуга выступает невренома слухового нерва и различные опухоли. Но также может быть последствия инсульта, травмы и операций по удалению опухолей в части лица. Пациентов предупреждают о возможных последствиях, но когда речь идет о жизни, уже ничего не остается, как пойти и на такие риски. К счастью, в настоящее время существуют операции, способные скорректировать проблему. При полном параличе лицевого нерва возможно проведение такой операции, как нейропластика. То есть когда к неработающему нервному волокну лицевого нерва подводят нерв от здоровой ткани. То есть, например, от жевательной мускулатуры. От таких заболеваний не застрахован никто. Даже обычная простуда может послужить фактором образования воспаления какой-либо части нервной системы. Профилактика в этом случае стандартная. Витамины, подвижный образ жизни и своевременное обращение к специалистам. Впереди весна, а это значит, что в особой группе риска находятся любители дачи и огородов. После продолжительной гиподинамии они начнут браться за все и сразу. Помните, что давать организму физическую нагрузку нужно порционно. Потихонечку выходя из зимней спячки. Ну а меня зовут София Ценко и сегодня ближе к телу были хрупкие нервы. 30 лет успешной работы и более 150 центров по России и миру. Центр доктора Бубновского – это комплексный подход к безоперационному лечению заболеваний опорно-двигательной системы. Методика позволяет справиться с острыми болями и восстановить функцию костно-мышечной системы. Диагностика и лечение остеохондроза, межпозвоночных грыж, травм позвоночника и заболеваний суставов, подготовка к эндопротезированию крупных суставов и программа реабилитации, а также разработанная авторская система профилактики таких заболеваний, как ревматизм, артроз, сколиоз, остеопороз и множество других. Специальные тренажеры, благодаря которым можно не только поддерживать себя в форме, но и восстановить утраченную двигательную функцию. Занятия проходят под пристальным присмотром опытных инструкторов. Совместная помощь, грамотных специалистов и индивидуальная программа занятий кинезотерапии по методу Бубновского поможет вернуть здоровье и радость полноценной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok